всем привет дорогие мои не формат для нашего канала про икея рассказывает в этот раз не про идею вы попросили в комментариях к последнему обзору по ростовской икеи рассказать про крым у нас как оказалось много видео касаемо этого муж снимал дороги снимал пляжи город и прочее и мы решили смонтировать видео и рассказать нашу точку зрения точку зрения про икея про крым 2019 года мы были конкретно в за озерном это 8 километров от евпатории вот то что вы сейчас видите видели в самом начале первую минуту эта дорога из-за озерного в евпаторию дорога в плачевном состоянии почему ну наверное потому что тупо пока в нее не вкладывают денег денег вкладывает в тавриду не возможно по принципу срабатывает турист все равно едет и схавать такую дорогу мы потеряли два болта на этой дороге мы ездили на нашей газели который мы такой дай как автобус у нас такая грузопассажирская газель новая сделанная под себя то есть это идеальный транспорт для перемещения семьей комфортно но блин мы потеряли два болта у задней перегородной стенки то есть просто от тряски у новой машины вылетели два болта давайте в общем начну рассказывать про дороги в крыму мы ехали через соответственно через мост через керчь а дальше ушли на феодосии с феодосией шли на тавриду вот кусок керчь в сторону феодосии он идеальный хороший ровный на пятерку двухполосная полоса двухполосная трасса все идеально хорошо быстро едет нормальной скорости дальше начинается ремонт то есть трассу делают одну половину делают 2 запущена да и по ней едут скорости не более 60 километров сейчас начинается мы были как бы с 10 по 27 июня 17 дней мы когда уже уезжали народа прибывала прям вот прям плотно то есть мы ехали ночью выезжали въезжающих поток идет и днем и ночью поэтому имейте это в виду что на трассе придется стоять а в любом случае будут пробки мы повернулись за озерную сторону уютного это поселок между за озеркой и евпатории белоснежные впереди дома это евпатория белоснежная виднеет но по факту оказался не такой белоснежный а вот так ну давайте ехать дальше буду рассказывать и так вот в процессе такой вот ну как бы обзорно да у нас с вами получится дорога от симферополя до евпатории уже на троечку где-то даже на троечку с минусом то есть знаете такой вот ямочный ремонт у нас даже в городе не идеальные дороги я бы сказала но я бы по крайней мере засыпаны засыпаны и укатаны а здесь такое ощущение что вот было яму на нее сверху бугор фиганули и поэтому бугру дальше катаетесь то есть жара все это изводит и получается не просто кочка ямка получается такая вот кто помнит у мам в советах были стиральные доски то есть вот мы едем по такой стиральной доске мне кажется даже по видео видно как нас трясет приятного мало мало приятно мало физически приятного мало машине то есть машина тупо убивается местные гоняют конечно со страшной силой вот по такой дороге люди 60 и 80 несутся если все ехали тихонечко хотя бы там километра 30 до медленно но ровно тогда мы более-менее может быть не так печально было бы а вот мы уезжаем в уютное на проедем сейчас через него целиком и будет очень интересный магазин смак называется обратите на него внимание если вы будете в этой части жить адекватно цене на продукты то есть можно купить все продукты мы часто туда ездили потому что в самой за озерки мы поселились очень далеко от магазинов и те магазины которые были в километре это ближайшая но там изменяюсь шлаг был не было как бы но не было таких нормальных продуктов что можно было купить так значит в процессе я вам расскажу про цены и в евпатории про продукты в общем про все что у нас такое большое видео почти на 50 минут так что поговорить будет о чем вот это поселок уютный до моря здесь тоже далековато тут получается все не менее километра до моря и даже по моему не везде есть туда выходы потому что особо я вот не слышал таких ну кстати здесь есть аптека магазинчиков полно и поселок весь в линию я принципе люблю вот так это удобно ты проехал сразу по пути что нужно купил кого кстати где пешеходный переход был там вот был как раз смак подъезжаем к евпатории она уже ближе и сейчас пока мы до нее доедем буду рассказывать про вообще состояние самой евпатории что понравилось что не понравилось цены и прочее вообще евпатория это такой замерзший город 90-х я ради интереса нашли мы старые фотографии дома родительские вот у нас саранск 90-е было вот частично такой вот это да новый такой стадион красивый то есть начале тут вот это въезд более-менее по правую руку красивый пляж майнакское озеро пляж лазурный берег новый современный со всеми приблудами платный пляж вот и вот видите как вот как и даже видно по той газете который идет впереди как и и потряхивает давайте по ценам расскажу потому что сама для меня например этот актуальный вопрос нас опрокинули с питанием и питаться в кафешках семьей ну в общем один прием пищи в среднем 2000 рублей сами понимаете три раз сходили поесть 6 тысяч за день это дорого продукта мы закупали частично в пуде и прямо знаете берете и ищите местные рынки это универсам на проспекте победы неплохой рынок и есть у них такой колхозный рынок при въезде в евпаторию там постоянно продают овощи фрукты мясо можно купить то есть как бы искать надо да не получится просто вот эти кстати вот куда мы сейчас езжаем если налево повернуть вот там вот этот рынок сам город небольшой мы брали обзорную экскурсию на автобусе 700 рублей взрослый билет и 500 рублей детский но мелко у нас бесплатно старшая дочка как бы да как детский билет приходил нам еще 12 лет нет проехали все эти места практически визжаем к самому центру были мы вечером и там прогуливались по евпатории где набережные но я такой отдых не люблю то есть это шум гам трорам много людей крики визги зазывала прилипала вот то есть вот сами местные говорят что у них неплохие относительно дороги но когда поговорили с таксистами не всегда муж меня возил таксисты говорят что это швах стал то есть ездить стало невозможно дороги не ремонтируется еще с бешеных времен украины и никто пока с дорогами как бы не саморачивается сейчас подъезжаем это бювет здесь можно попить водички она сероводородом с таким специфическим запахом мои прям оплевались дальше прямо пешеходная зона это выходы к набережным к набережной горького то есть там все вот эти вот развлекухи туристические да с бешеными ценниками ну вот как-то вот печально если честно впечатление от отдыха осталось не идеальная ожидала другого то есть по видео обзорам по фотографиям да то есть люди блогеры рассказывать совершенно другую информацию а на самом деле пока вы получилось что вот не все тогда гладко сейчас мы едем в сторону театральной площади далековато еще до нее вот та дорога по которой ехали в сторону театральной площади 16-этажка который до сих пор нет газа построены в 60-е года в качестве пилотного проекта в советах так ее и оставили представляете люди живут без газа такое тоже есть у нас в 21 веке как ни странно вот такие вот хорошие красивые ямы что вообще интересного евпаториям я очень люблю историю и почему как бы вообще вопрос чего то поперлись еще поперлись евпаторию прошлом году мы были на южном берегу крыма очень нам все понравилось к сожалению не сняли таких видео что можно было обзор смонтировать но не устраивали пляжи то есть камни детей не отпустить и так далее про пляж я расскажу отдельно здесь я соблазнилась шикарными фотографиями белый песок голубая водичка до водичка голубая белого песка и не нашла у нас в саранске есть такая база зона отдыха смольный вот там белый песочек здесь он не белый он желтый то есть такой с галеноземом а вот и интересовала меня с точки зрения истории евпатория все-таки это очень древний город из половины тысячи лет сначала кинида греческая потом дизлев крымско-татарский потом наш евпатория на самом деле мало что осталось от греческих построить вообще ничего не осталось от дизлевских ну дома только до старый город там есть дома которым по 500 лет а так вот таких вот чтобы зданий каких-то да все это разрушено так как за полуостров постоянно велись войны все время воевали все это дело пришло как бы разбиралась да и заново строили здание есть несколько интересных музеев но честно два дня за глазам посетить если поедете посетите обязательно караимские кенасы мне очень понравилось вообще понравилось то есть вероисповедание людей у них своя религия кухня у них есть шикарные в кенасах такое вот караимская кухня много еды такой привычный да для нас еды но с другими названиями с другими специями интересно это единственное место где мне было вкусно и интересно так сейчас ориентируюсь пространстве куда мы едем значит мы выезжаем получается да из евпатории дорога сделать или мы два раза магазин называется закрома такая вот местная оптовка мужу понравился крымский сок яблочные и вот за ним будут а есть или вот сейчас мы в эту попу мира другому не сказать будем въезжать здесь прям вот-вот нет дороги от слова совсем как шутят сами евпаторийцы гид который нас отвозил и таксисты асфальт на дороге евпатории не валяется то есть понимаете да поэтому ласточек своих берегите на них еще ехать обратно на материк кому-то и работать на них да как нам то есть рабочие лошадки поэтому очень очень аккуратно кстати шиномонтажки на каждом углу процветает и ни одной шиномонтажки не видела чтобы там не работали да то есть вот так закрытые никого нет везде в каждой шиномонтажки клиента то есть состояние дорог говорит за само себя так ну я как бы до экспромтом без подготовки поэтому могу немножко так местами стопорить вот кстати мы подъезжаем к закрома под желтая вывеска ну поэтому туда вот там бытовая химия какие-то как мои семейства называют это жамками печеньки всякая фигня за соком что еще понравилось по продуктам сакс типа посмотрите в общем есть по городу чем много таких ларечков сакски молочный завод там мороженое довольно таки вкусное но я такое не ем поэтому мое семейство ела довольные состав принципе более-менее масло неплохое то есть молочком а кстати вот мы сейчас по старому городу едем если селитесь старом городе имейте ввиду с парковкой швах то есть вот так только можно кое-как приткнуть автомобиль мы сначала собирались поселиться в старом городе но поняли что наша машина 7 метровый просто мне некогда будет поставить если мы поставим просто и снесут но как казалось печально мы все-таки снесли в за озерки соседи же вот из старого города мы выехали из кусочка тут такие вот блуждания по городу дима ездил не туда-сюда вообще как бы через город да есть то чтобы могли понять куда вы попадаете как говорят местные кто не занимается арендой жилья просто до люди которые здесь живут все хорошо море воздух сухо комфортно нет дорог бешеные цены и ноль сервиса вот сервис от слова совсем отсутствует что понравилось сейчас подумаю еще в евпаторе ну вот кстати башню гизлев можно посетить интересный кофе там варят какие-то местные сладости но все равно я бы не сказал что они прямо вот именно национальные похожие ну еще старый город называют малым юрусалимом мы посещали мечеть посещали храм рядом николая по моему да святого николая как то так вот такие вот места музея остальные мелкие не сильно вдохновили ну как это вот знаете так вытянута что ли из пальца то высосано там немножко информация особо посмотреть нечего обзор на экскурсию по городу честно брать не вижу смысла мы отдали 2000 мы особо ничего не увидели но провезли нас по городу завезли марл и юрусалим но гид интересный тарас кому интересно могу дать ссылку на него там любое описание ли просто в контактах могу дать ссылку просто прикольно рассказывает но местами привирает а вот хорошо мне понравилась экскурсия в кенасах герса вот у караимов экскурсовод так прям вот ровно красиво все все очень хорошо рассказывала я вдохновился на формации кстати вот тоже мы опять едем по старому городу а видно да то есть старые постройки дома на самом деле некоторые 50 до 500 летней давности достигают вообще и по торе и нет таких вот высотки есть немного как высотки это девятиэтажка которую вы видели так немножко дома все из блоков каменных чтобы ну сейсмоустойчивая активность вообще круто была устойчивость туплю к землетрясениям это часто трясет два-три балла просто люди не замечают а все это происходит так по евпатории нам кататься еще минут пять чтобы выпуск а кстати по рынкам хотела рассказать мы как умные маши нам сказали про закрома смак ну мы потом думаю куда нам надо на рынок мы вбили в поисковик рынок нам вышел рынок центральный ребят это старый город не ездите туда пожалуйста рыба рыбный павильон несколько торговок все в мухах прям реально мухи жужжат ванище и ценник бешеный крымская барабулька не не путать с керченской это султанка рынка рыбка который продают в евпатории она стоит 500 рублей за килограмм если поискать то что поискать если найти местный рынок где закупается место там нужно стоит 300 вот чувствуете разницу когда первый раз попал черешни там стоил 350 а на местном рынке я ее купила 170 почти два раза цена ребят не ведитесь то есть прям из воздуха до деньги делают вот это меня приму убила за свое же место я понимаю что привозное что привозится там доставляет что-то форуме что-то паромом до сих пор еще но когда свое здесь вот она местные блин такой конский ценник это нечто молоко в районе 80 рублей спрашиваю меня уже в личку девчонки продуктом какие-то вы знаете девчонки то что детки вас допустим какие-то пюрешки едят визиты все эти сами с собой потому что дорого у нас младший кое-что такой определенный сих пор еще есть потрата что нам пять лет и прям вот ну накладно было до покупать это так это мы получается да к набережной едет то есть вот так люди тут на пляж меньше чем за полтора-два километра пляже нет ну если только селиться в отелях не дешевых да по ценнику будет европа можно дешевле съездить чем жить вот здесь городские пляжи мне не понравились возможно я привереда но народа много что мне не понравилось что люди в туалет не ходят вот по сами подумайте целый день человек находится в воде и не ходит в туалет и элементарно приезжаешь в аквапарк и два через каждый час бегаешь писать здесь люди туалет не ходят куда они ходят понимаете сами вы покупались на местном пляже и младше у нас ребенок с крепким иммунитетом схватил гнойный конъюнктивит благо все было с собой за три дня мы вылечили в аптеках мы здесь не были по аптечным ценам не могу сказать они заезжали мужу на зевит нет ни на зевинофрин покупали почти на 100 рублей дороже чем у нас я по саранску имею ввиду саранск нижний то есть вот такие ценники в общем центральный рынок не рекомендую делать нечего облапошат обманывают кстати весы у всех припрятаны обманывают только в путь с килограмма обман от 100 грамм у какая шикарная от 100 до 300 грамм поэтому учитывайте на нашем братья-туристе прям только в путь рубят так да это таких вот есть такие вот недострои до по городу заброшены на трамвайчике прокатитесь трамвайчику 100 лет исполнилось евпаторийскому его дуван запускал то есть краем городоначальник намного интересного чего сделал для города поэтому вот старый город на экскурсии обязательно сходите собираюсь поплавать на кораблике но что-то у нас руки так и не дошли мы потом часто несколько раз ездили подряд прям по южному берегу по определенным местам я про это потом позже вам расскажу так но у нас покатушки евпаторийске практически уже заканчиваются дальше мы будем уже смотреть пляж сейчас подведу итог по продуктам я бы сказала центральный рынок не стоит можно в закрома можно в пуде что в пуде будь в принципе хлеб макароны какие-то такие вещи да овощи фрукты это рынок мясо это рынок куриное филе 300 рублей свинина тоже от 350 400 рублей начинается по рыбе ребята в евпаторе с рыбой туго барабулька вот эта султанка стоит 300 рублей да если найдет на местный рынок за и за рулите чуть там еще из рыбан смесли находили кефаль 350 кстати кефаль попробуйте прям такая молочная среднего размера рыбка прямо на сухой я на сухой сковородке без масляного всего ее со специями обжаривала вкусно получалось на костре запекать тоже и вкусно овощи на момент нашего отъезда на конец июня помидоры где-то районе 80 рублей по черешни сказал абрикосы 150 абрикосы привозные местных абрикосов этом году нет кстати вот сейчас проезжаем тоже неплохой рынок вот вот это рынок для местных ребят вот здесь затариваются местные то есть это выезд из евпатории в сторону уютного и вот там как раз недалеко этот стадиончик да вот где мы проезжали с большими шарик вот это рынок имейте ввиду там вот я покупала прям и не обвешиваю то есть совершенно по-другому закрома кое-что из пуды вот смак нам более-менее понравился и вот так будочки сакские сакской молочкой то есть 400 где 500 рублей сыр молоко 80 кефир 80 масло баночка 200 грамм и 200 150 грамм стоит 150 рублей это местная молочка вкусная мне понравилось но ценник я считаю все-таки высоковато я сравниваю с ценами которые есть у нас так ну что пойдемте ездить по за озерному поехали на пляж вот мы выезжаем с нашего места дислокации мы поселились в гостевом доме и вот по такой дороге это кстати считается первая линия нам нужно километр проехать до пляжа один раз мы пешком прошли с детьми если в городе когда вы отмеряете точку что вы допустим я здесь и вот там километра до блин я пройду не сравнивайте солнце пек жара круги это совершенно другие дороги это не по тенечку идти это вот именно по таким колдогребином один раз мы сходили пешком больше не ходили то есть либо велосипеды с собой брать либо вот папа с машиной сразу скажу за озерки без машины делать ничего вот так вот вы селитесь до магазин до ближайшего больше километра до пляжа километр каждый день удовольствие но я не знаю для меня не лицеприятно видите да как потряхивается камера камера кстати не в руках камера на стекле автомобиля прикреплена камера прям вот получается впереди идущие вот так вот мы ездили на пляж каждый день мы проехали где-то порядка 100 метров до моря мы еще не добрались пляжей в за озерки много то есть есть пляжи с развлекухами ну как там бананы вот эти горки по мне они грязные мне не понравилось то есть люди также как и в поторе на пляже в туалет не ходят я специально сидела мелко у меня купалась и наблюдала за два часа ни один человек который постоянно что-то жуют пьют не сходил туалет думайте сами грейдером проходит вот пытаются из степных дорог сделать подобие дорог вот то есть вот под таким вот ухамом был раком приходится ехать сразу скажу не совсем отрицательные у меня эмоции от крыма есть положительные есть отрицательные кстати вы то что мы с вами смотрели начале дороги пока вы посмотрите расскажу в самом начале дороги вот такие же дороги и до оленевки и до беляруса и до мирного мы ездили посмотрели да все красиво классно пляже честно за озерки особо не отличается такой же желтоватый песок большая береговая линия мелко голубое море когда спокойно поэтому ну и столько на фиолент ехать да но мы были с ребятишками ребятишкам это не интересно тут вот барышня столпой детей с трудом даем сдвинули и и сдвинули проехать смогли кстати ребят возможно и не совсем да вам понравится вот ту информацию которую даю но это вот мои эмоции мы вернулись получается сегодня 1 июля два дня назад мы вернулись и решили вот смонтировать все таки видео это по свежим до следам не потом через месяц когда все утихнет а именно вот по текущим эмоции видите какая пылища от машины идет то есть вот по этой дороге мы все еще мы едем на пляж то есть это вот дорога по которой мы ходили пешком столько времени мы по ней ползем вот та вот голубая кромочка это море вдалеке виднеется есть конечно чуть поближе домики но если вот мы снимали жилье за 1300 сутки а это без еды там такого среднего качества жилье на троечку честно и условия на троечку то тут уже ценники 34 тысячи сутки были ну за такие деньги просить можно в европе отдохнуть да либо ну не таком диком месте так мы сейчас проедем типа общественного пляжа там батут маленькая кафешка но мы ездили купаться на отдаление подальше где поменьше людей соответственно вот почище да вот такое вот ощущение у нас было что именно почище видите прям шикарно да кстати кто отдыхал за озерки может быть я такая приорита вредная и мне там что-то не нравится расскажите ваше впечатление вот мы поселились в районе песчаника песчаник 2 площадка вспомню как называется рядом радиотелескоп там это бывший военный объект бедная голодная собакова еще который не подойти не даже еды не дать мы вот там в том районе поселились кто здесь отдыхал ребят расскажите мы подъезжаем к общественному пляжу немножко шезлонгов прокат шезлонгов 100 рублей батут 100 рублей по идее не скажу там этой кафешке мы не ели кстати потом когда будем ехать по зазерному я вам расскажу где нам понравилось да где можно покушать без вот опаски ни у кого у нас не было ни вздутий никаких то проблем не общем поняли да меня не было такого чтобы под кто-то там траванулся это будний день то есть не особо много народа все-таки большая береговая линия это плюс чем большой плюс вот это в районе евпаторе что много места и всем его хватает то есть можно найти пляж по душе мусорки на пляже убираются относительно убирается ни разу ничего не то что его чистили так мусор люди мусорница стоит ну народ свинячит проезжать сейчас будем грязевые озера но мы заезжали потом на обратном пути в керчь на нашем втором канале есть видео дорога до чакра как керчи там совершенно другая грязь здесь какая-то она вот такая вот жиденькая жиденькая то ли рапы много то ли воды много потому что были дожди в общем не понравилось нам не мазаться мы заезжали специально чак рак за чак рак с грязью галки-воротки едем дальше это мы едем вот на чуть отдаленный пляж видели да сколько вы засеките даже по времени сколько эта машина ехала ногами с детьми мы ходили ровно час час вперед час обратно и до магазина примерно столько же около часа уходила чтобы дойти сейчас посмотрю там есть по-моему один кусок видео уж как дорога к магазину идет что это по дороге среди автомобилей несущихся кстати по городу передвигаются автобусы если вы поселились за озерки без машины то где-то пешком где-то такси где-то автобусы в банановый республик в аквапарк можно бесплатном автобусе за озерки уехать но мы аквапарки не любим поэтому мы не есть или нас интересовали именно горы я поняла для себя что мой крым все-таки не степной мне некомфортно степи я им не не нужен шум моря видеть воду не так вот да там приехать на 23 часа то что ну больше тупо я не знаю мне дальше тяжело на жаре сидеть некомфортно то есть накупались и уехали доедем до пляжа потом дима будет снимать красоту показывать какое море какая водичка море конечно друзья мои шикарнейшие вот море воздух природа они в крыму обалденные а вот цены сервис они минусовые даже до плюс еще пока не доросли даже гиды говорят что если крымчане сами не поменяют отношения к туристам то будет не шибко весело все это дело вот сейчас по правой стороне грязевое озеро в котором мы как не пытались намазаться так и не смогли так сюда мы что ли поворачиваем нет мы дальше едем еще дальше где вообще людей нет нам надо через две минуты мы кстати до пляжа доедем процента я вам сказала про дороге вы увидели сами про сервис сказала сейчас мы вам еще покажем оставайтесь кстати смотрите то дальше мы расскажу покажем море покажем пляж потом пора едемся по самой за озерки покажем что где какие магазины какие-то на дороге да то есть на расстояние что есть и потом мы еще я вам расскажу где мы будем в каких местах крыма мы были что нам понравилось мог порекомендую вам очень хорошего гида и кстати мы с ним так договорились что если вы приходите и говорите ну или позвоните говорите промокод про икея он вам делает скидку дмитрий гид зовут гида зовут он пахчисарае находится на своей машине машина подбирается под вашу потребность он возит по определенным маршруту плюс индивидуальный мы брали индивидуальный маршрут час полторы тысячи если вы говорите промокод про икея выходит 1200 если берете его на целый день там допустим у нас 7 часов и убрали то ценник уходит до 1000 это не реклама нам сразу скажу с этого ничего просто мне понравилось как он дает информацию как возит вообще то есть это удобно так ну что вы подъехали к пляжу ребят вот такое море вот такие рыбки морские дракончики прозрачная вода чуть-чуть водоросли но они вот дайте вот как такая губочка плавают то есть видно очень далеко снимали на экшн камеру с аквабоксом тут вот прям слов нет а одна положительная эмоция но видите что это не чистый песок а смесь с ракушечником поэтому у кого например проблем на либо какие-то повреждения на ногах обязательно купальные тапки муж мне только в купальных тапках купается вот такие вот красоты а это в сачке до ребятишки с папы поймали в сачок и вот он там водички до перышки такие вот у него такую рыбеху заловили мои показывали развлекались как могли но мне как-то тошно да только пляж пляж приготовить поесть кстати с едой нас опрокинули нам обещали пансион что можно будет там выбрать меню против бла-бла-бла увы сказали мимо поэтому готовить приходилось самой девчонки меня поймут когда едешь отдыхать на две недели еще есть готовить и сильно комфортно питаться в кафешка повторюсь дороговато один прием пищи на семейство то есть там папа шашлык например там ну шашлык компот овощи какие-то старшие то же самое мелкое есть настолько рис с мясом я ем какие-то печеные овощи рыба 2 короче от 1700 до трех тысяч ценник выходил это за озерка и евпатория в алуште кстати мы на полторы тысячи хорошо поели очень мне понравилось кафе лукомори на пляже такие вот крабики то есть вот это уже песок да то есть часть пляжа такая вот мелкий ракушечник час такой песок это кара не слушайте это не крабик это рак отшельник свою к раковину тащит какие плюсы таких пляжей во первых да для ребятишек младший у нас 5 вот 10 июля исполняется и она у нас плавает в круге плавать она особо еще не умеет я и отпускала на 10-15 метров то есть мелко по колено ребенок плюхается хорошо водичка прогревается водичка теплая если еще как вот мы допустим ездить на отдаленный пляж где нет народа где поменьше то есть нет инфекции дата вообще красота волн нет шторма не был ни разу хотя три раза спускался дождик еще один из минусов за озер что там фигово с дорогами вот это глинозем она вся превращается просто в кашу и выйти нереально я однажды после дождя пыталась выйти в кроссовках и через пять минут я вернулась с килограммами грязи на каждой кроссовке то есть куда-либо идти дальше просто бесполезно все то есть вы сели дома скажем так но море друзья мои офигенная но белого песка как на фотографиях теперь нет мы такого песка нигде не нашли то есть вот он такой вот светло-желтоватый песок у нас получился фильм в мире животных я не смотрел еще монтаж который дима делал вот такой вот такие вот до зарисовки личные интересно даже сколько еще у нас будет плюхаться рыбеха мой долго не еще плюхаться но тут по моему еще помимо и рыбок и дальше он покажет так про саму за озерку расскажу позже южного берега конечно от этого нет да мне вот этого не хватало как бы так соединить южный берег крыма с его реликтовыми растениями соснами с фитоцидами с воздухом с волнами со спокойным морем вот такой вот крабик его сначала зловили мои посмотрели глазками все смотрели руками не трогает потом его отпустили то есть вот такой вот живность представьте вот стоишь да по поясу воде и вот эта живность ее можно увидеть но этот конечно в этом плане просто сказочное такое вот место что мне кажется все таки лучше хорошо приезжать с палатками на три там два-три дня пожить насладиться морем накупаться не пользоваться до особой инфраструктурой и со спокойной душой уехать отправляет выгоняет иди и не уходит даже самой смотреть интересно потому что этого я честно не видел я в это время релаксировала в круге вот таких вот морских животных ловили тарак отшельник в общем развлекали детей как могли если вы такие вещи любите вам интересно я думаю пляж вам понравится но повторюсь сюда приехать можем на несколько дней на постоянку мы как место дислокации как бы выбрали за озерку все-таки тяжеловато но опять же да плохие дороги пока до южного берега доберешься всех мам бабушек и родственников вспомнишь и в обратную сторону вспомнишь ну что давайте наверно с пляжем заканчивать море мы вам показали прозрачное чистое красивое песочек показали и давайте уже перемещаться в саму за озерку будем вам показывать как и что там с дорогами ну не только с дорогами с магазинами аптеками и прочим вот он пляж то есть вот такой песок ребята это без фильтров это без наложения в мирном точно такой же песок в ульяновке точно такой же песок вот наша белая ласточка это не мы мы никого не ждем то есть если допустим когда это цивилизованный пляж он чищеный едем мы обратно в обратную сторону и едем мы именно в саму уже за озерку мы сейчас вам покажем кстати кто интересуется радиотелескопы стоят по этой части ну конечно со сторожем договориться не удалось чтобы посмотреть но хотя бы просто ее по фото этот радиотелескоп пофотографировали со всех сторон а вдоль по берегу очень много палатков палаток стоит с кемперами кстати мы никого не встретили парочку по моему только по дороге попадалось но здесь нет в основном приезжают местные 82 регион стоит то есть крым да люди приезжают на выходные с палатками отдыхают мне это понравилось у нас как-то вот ну не принято да что ли вот в поволжье в мордове всех деревне просто едут на сельхоз работы вот а здесь люди прям такой цивилизованный воздух приятно на берегу моря пожить здесь можно а если вот в самом когда поселке селишься видите да вот по отдалению поселка от моря все-таки далековато и не хватает от этого соленого воздуха шума воды ну опять же дам кому что нравится и кстати пляже вот середина июня сами видите народа не особо но мы когда уезжали народа стало больше народ стал прибавляться то есть народ сюда едет кому что нравится кто за каким отдыхом едет очень много людей в нетрезвом состоянии на пляже уже с утра мы ходили купаться даже все метро с девчонками пешком и уже мужики с пивом то ли со вчера то ли сегодня с утра вот то есть вот это мы едем где-то часов уже пять-семь вечера самый такой теплый море а народу видите да сами сколько не особо это уже такой местный типа облагороженного пляжа ну вот я вам уже говорила что туалеты стоят туалеты кстати платные бесплатных туалетов нет туалет от 20 до 50 рублей в зависимости от пляжа бесплатные только сами знаете куда потом отсюда же инфекции сейчас мы поедем по береговой линии вы посмотрите да то есть как отсекается за озер ну вообще поселок плавно перетекающий в море расстояние я уже показала где мы сколько ходили какое расстояние пешком и думаю уже все поняли что без машины здесь делать просто нечего въезжаем этот второй пляж и стоит такой вот гостевой комплекс виллы называются неплохо да то есть до пляжа все-таки близко но ребята нет инфраструктуры не какой не аптеки никаких то там развлекух если они вам нужны не магазинов то есть элементарно бытовых нужд нету а до поселка же проехать ногами долго долго-долго-долго видите сами с детками очень много приезжать мамы с колясками поэтому бездорожью ходят таскают деток дальше будем проезжать прям продаются вот такие вот гостевые дома следующий пляж говорят еще где-то за озерки есть пляж какой-то современный но мы так его и не нашли вот таких вот много небольших пляжиков с кафешками но видите да то здесь нет ни там набережных ничего просто вот поле и как-то не шибко комфортно расстояние вот эти пешком все преодолевать по жаре ну в принципе я уже об этом и говорила такими вот урывками сейчас будем ползти по за озерному по пляжной части да потом проедемся именно по самому по самой за озерки проезжаем еще один пляж но оборудован даже местами да где-то спасатели есть но сильно мы этого не заметили еще ведутся кстати строительные работы но такое ощущение что апрель-май в крыму был холодный ничего никто не делал один единственный кемпер мы увидели старенький на берегу стоит больше кемперов мы не встретили поэтому ребят потому что кто кемперы дороги здесь не для кемперов проехать конечно можно но тяжеловато и таких вот стоянок для кемперов за озерки мы не нашли они есть в оленевке оттуда еще надо по бездорожью добраться по этим бураком видите да то есть красивый такой бирюзовое море кстати вот эти дома сейчас будем проезжать там продаются в четвертинки и у четвертинки стоимость три с половиной 4 миллиона то есть четвертинка это грубо два окошка внизу два окошка наверху то есть на первый второй этаж вот такой размерчик это дачами называется тоже еще один пляжик ну такие вот как бы это под это прям супер первая линия то есть если мы просто на первой линии заселились до которой километр а здесь супер первая линия ползем дальше по за озерки видите да что если допустим вечером вы решили в кафешку сходить я боюсь что можно просто навернуться и плюс есть риск съеденными быть комарами потому что комаров после 8 вечера дофига даже не помогали антиреплиенты не помогало не эвкалиптовое масло хоть обмазывайся то есть чуть-чуть посидишь и все у тебя просто сжирают очень схожа со средней полосой россии с уралом там тоже комары большие унесут вот такая вот вот четвертинка да вот о чем я сказал то стоит три с половиной миллиона поэтому у кого есть желание заселяйте за озерку покупайте дачи едем и поза озер не понимаю конечно что со временем наверное приведут в порядок но расстояние большие то есть хаотичная постройка и нет такого да что там какая-то так большая центральная улица где все еще вокруг нее нету то есть есть кусками и до всего надо добираться я просто не представляю как здесь мама с колясками передвигаются для меня это вот прям вот трэш полный по вот таким вот по такому бездорожью это и детеныша трясет и вот кстати вот здесь вот 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 в этом доме проехали правую сторону вот здесь продаются вот эти вот четвертинки даже по моему дима и заснял да вот телефон и без посредников без посредников вот такая вот как раз где красненькая висит вот такая стоит три с половиной миллиона сначала когда мы ехали по этой части за озерки у нас была мысль что мы вообще окончательно попали в не одно приличное место мира потом чуть-чуть нашли цивилизацию здесь делается дорога ремонтируют ее ну когда закончат пока неизвестно перемещаемся дальше по первой вообще линии да у самого за озерки где там уже асфальт где цивилизация автобусы ходят находится очень много лагерей лагеря есть и работающие есть заброшенные лагеря поэтому если вы селитесь в восточной части за озерного имейте ввиду что придется обходить вроде бы до моря далеко вот представьте вот люди сейчас топают в магазин и топать им не близко топать им вот где-то в район где маяк торчит то есть магазины там сами представьте как это вот круга люди с кругом люди с пляжа топают едем ползем дальше ребят асфальт будет верьте мы тоже верили мы его нашли он хоть на дороге здесь и не валялся но мы его откопали кстати по ценам за озерки вот это цивилизация это уже асфальт это прям вот практически самый центр район маяка здесь уже начинаются какие-то магазинчики кафешки цены в за озерном гораздо выше чем евпатории на продукты прям вот офигенная разница вот самый пик да когда мы были пошла вот черешня уже активно если я покупал 170 на местном рынке в за озерки она была 300 350 считайте разницу и на все конечно так но тем не менее ценник высоковаты это либо такси и опять же либо можно брать машину в прокат цены смотрели от полутора до трех тысяч сутки это без учет того что вам ее привезут за это нужно тоже платить и без учета но бензина топлива конечно это все за озерные ребята кто здесь отдыхает пожалуйста расскажите почему вам тут нравится мы хотели отдохнуть в тишине но увы не получилось в гостевой дом у нас заехали веселые соседи огромным семейством шум гам тарарам вот ну элементарное да неуважение потому что люди тоже отдыхают и хотят тишины как я вам говорил нам уже грохну нам грохнули машину у нас бампер поврежденный мы приехали с приключениями домов очень много застройка прям вот активно активно ведется люди строится вовсю надеюсь что когда закончат все строится сделать нормальные дороги пустят какое-то сообщение по поселку чтобы можно было передвигаться потому что расстояние огромные и просто так их преодолеть прям вот тяжело сейчас мы потихоньку ползем ближе к центру в общем в центре где есть за озерки рынок он работает по субботам неплохой выбор овощей и фруктов можно там затариваться кому неудобно ездить в евпаторию и рядом с этим рынком получается поле правую сторону кафе дракон вот то есть мы там кушали кухня неплохая вообще что понравилось с левой части этого кафе есть чебуречные девчонки две одна в годах одна молоденькая пекут чебуреки тесто делают сами через тесто машинку прокатывают вот это мне прям вот очень понравилось то есть вот было было вкусно там мы кушали чебуреки там были всего по 60 рублей то есть такой хороший адекватный ценник это мы приехали в молочное хотели мы там искупаться вот такой вот пляж в молочном вот то есть прям вот честно ребят помойка вот эти мы сами же срём извиняюсь за выражение почему так трудно убрать за собой в пакет этот мусор который потом везде валяется гниет и долгие годы до сотни лет некоторые мусор будет гнить вот такой вот море в молочном сюда мама однозначно и рекомендуем ехать нам не понравилось совсем просто не понравилось какое-то все такое серое грязное не особо приятное на вообще как мы оказались здесь до казалось бы что нам тут делать за озерки пляже чище посмотрели местных блогеров крымчан которые ведут блоги по пляжам увидели белый песок белоснежный прям ребят широкую береговую линию голубое море чисто тем более от нас это недалеко решили съездить вот мы съездили посмотрели едем вдоль побережья поселка морского этот молочные видите да мусор периодически валяется то есть прежде чем выбросить не забудьте хрюкнуть машин нет только местные прямо специально смотрели мы проезжали чтобы под местные не местные вот такие вот кучи с мусором прям мешки с мусором и не понимаю как можно вообще приехать на машине отдохнуть и оставить меня в голове не укладывается как можно засирать свою природу вот еще один радиотелескоп он кстати прям капитально охраняемый даже таблички висят что фоткать нельзя мы сняли немножко в тихушку сняли еще одна кучу мусора и сейчас мы подъедем к цивилизованному пляжу в поселке молочная бывший советский пляж санваторный ну вот он еще более или менее соответствует да и совсем конечно белый песок все это дело желтоватая но уже бог можно как-то покупаться но вообще впечатление у меня от крыма в этом году не совсем однозначный вроде бы море хорошее чистое и воздух и погода хорошо было дожди там только два помочь разлили и на южный берег мы ездили много чего посмотрели забирались на петре были в парке викингов на красные в красных пещерах были на майгуб коле в бахчисарае все посмотрели ханский дворец и старый ханский дворец монастырь горный были в бисерном храме это кстати нас дмитрий гид возил про который он говорил это прям вот ребята отвал башки по эмоциям в скале храм монахи не вычурную живут а вот именно такой вот аскетический образ жизни же ведут в общем где только не были но мы убедились все-таки что горный крым больше от мне по душе поэтому в такие места лучше приезжать на несколько дней накупаться и уехать и кстати имейте ввиду есть но не знаю вот как у вас у нас не получилось вернуть деньги то есть когда мы заехали вас расплатили все более что это не наше место нам соответственно никто ничего не вернул нас осталось сказали либо живите либо валите пришлось оставаться жить потому что тупо моментарно до жалко деньги которые уже отданы вот такой вот пляж средний по частоте то есть не такой там белоснежный да как заявлен но вот он есть цивилизации на нем и вот это вот количество народа если вы хотите да чтобы никого не было то в принципе можно ехать и в за озерку не знаю конечно как там сейчас в июле в августе на рувер народу будет поболее чем это было в июне но море уже очень тепло поэтому в июне вполне можно ехать купаться видите да насколько далеко дети вот уходят спокойно плюхаются плавают то вот конечно огромный огромный плюс выброшенные водоросли всякие сухие веточки не особо за пляжем ухаживают не увидела я да не разу повторюсь чтобы кто-то вот с грабельками бегал и мусор убирал ну что друзья мои практически закончили свое повествование давайте подведу итог крыма бояться не надо нужно просто понимание что денег с вас задерут сервисы не дадут но будет либо хорошее море по хорошая погода вот такой вот до бирюзовая такая вот вода просто нужно знать зачем вы сюда едете за каким крымом вы едете и очень надеюсь что крымчане нас услышат и перестанут драть с конски ценника говорит что вы там на материке зарабатываете бешеные бабки ребят как говорят местные гиды за последние годы в крым едут за бюджетно семейным отдыхом гостиницы которые берут по тридцатке в сутки извините за эти деньги можно и в туркише жопку погреть и так далее ну что дорогие мои итог хочу подвести вообще от всего отдыха еще раз да сказала что такое вот на тройку с плюсом я считаю что мы отдохнули питались сами готовили сами кафешки не так вам раз пять посещали 150 плюс ушло и с учетом того что мы ехали на своей машине жилье было недорогое 1300 сутки такие вот цены то есть мы не шарухались по кабакам по каким-то разве кухам мы не были ни в аквапарках нигде то есть вот ну ездили да ездили смотрели ездили мы на своей машине ну где-то платные входы где-то как в общем вот так вот мы отдохнули не знаю вообще честно как получился весь обзор то есть результат будет по итогам да когда все это мы демонтируем мы показали вам вот свой когда вот крым который мы в этом году увидели и печальные места такие вот не особо лицеприятные в общем всякие имейте это все в виду чтобы не было таких вот неприятных сюрпризов какие получились у нас мы насмотрели с обзоров блогеров других что все клево вау все красиво все шикардосина прям вот все конфетка помидорку вы это не так есть такие вот где не вступала нога еще цивилизации не до наступала туда жду ваших комментариев мне очень интересно ваше мнение что вы вообще скажете может быть вы тоже задыхали здесь той же за озерки в молочном в уленевке вы в восторге а мы такие вот жопы вредные нам вот что-то не понравилось ну что еще раз всем спасибо спасибо что просмотрели наш час просмотра и пойдемте обсуждать в комментариях